событием во время пребывания Геральта в Эсси. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Янифер Геральт отправился на поиски Цири. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А ты не встрывай между водкой и закуской. Не твое это дело. Продолжение следует... Давайте я сделаю вид, что не слышал того, что вы мне говорили, а сейчас уходите, пока можете. Я вижу, вы только глотку драть здоровые. Сука! Мы что, барского защитничка испугаемся? Покажем ему, как такие дела в нашей конторе обделывают. Благодарю за помощь. С этим сбродом иначе нельзя. Они сами напрашиваются. Как и ты. Ходишь здесь в такое время, в такой одежде? Ну, я здесь по делам. В таком случае, удачи. Подожди. Ты помог мне раз. Может, захочешь помочь и другой? На этот раз не только за спасибо. На меня у тебя денег не хватит. Забавно. Вопрос, который меня сюда привел, сулит огромную прибыль. Так что, если вопрос только в деньгах, наверняка договоримся. Согласен. Буду идти в шаги от тебя. Держи меч на готове. Разумеется, просто на всякий случай. Ну, конечно. Я всегда так хожу на прогулки. Ну, давайте выпьем. А то ж темнее. Не дужься. Меня не запухай. Да, да. Люди. Браво за месяц. Страдаю от бедности. Где-то я тебя видел. Я тебя сутил. Ну и воните. Смотри! Смотри! Эти люди тебя здесь ждали. Во что ты впутался? А, это обычные идиоты. Не знают, что не стоит задираться там, где ходит крупная рыба. Я вспомню об этом, когда мы будем рассчитываться. Пошли за мной! Один, кажется, сказал, что покровители тебе не помогут. Во что ты впутался? Ну, скажем так, я нашел определенную нишу. Ты опоздал. Ну, скажем так, по дороге у меня возникли непредвиденные приключения. Но сейчас мы можем перейти к делу, и это главное. А это еще кто? Мой садовник. Я всегда беру его с собой. Он приносит мне счастье. Только не надо мне тут этих шуточек, ясно? Давайте быстрее, нет у меня времени здесь торчать. А мне начинает нравиться этот садовник. Добро. Давай к делу, а то нас тут зима застанет. У меня есть четыре кварты сразу. Еще две на подходе. Если ты не врал насчет спроса. Я, Гинтер де Лаверак, никогда не нарушаю слова. Я раздал прошлые четыре кварты без всяких проблем, и люди готовы брать куда больше. Но это мы еще увидим. За последнюю партию ты должен пять тысяч крон. Мы договаривались на четыре тысячи. А я не люблю ловкачей. Не пытайтесь меня обмануть. Не то попробуете ведьмачьего клинка. Правда? Меня не интересует, кто кому и сколько должен. Но этот человек мне платит, так что я не хочу, чтобы он объединял. Ведьмак, не ведьмак. Со всеми нами тебе не справиться. Хотите проверить? Худой мир лучше доброй ссоры. Пусть будет четыре тысячи. И пойдем отсюда. Хе, вести с вами дела – исключительное удовольствие. Что ж, все вышло лучше, чем я мог ожидать. Ты нагулялся? Да. А вот и твоя плата. Один вопрос. Кому ты продаешь фиштех? Ох, у меня множество знакомых в высших слоях общества. Они требовательные и хорошо платят. Но фиштех должен быть самого лучшего качества. Приятно было познакомиться. Ох, у меня нет. Ох, у меня нет. Добрый бы из тебя вышел, моряк. Такие проблемы. Ты не найдешь в Новикраде, ни на месте. Ручащи носить! Да из себя попрощайка, по случаю нет. Тома, ты хочешь подзаработать? Мне нужна свежая треска. Прошу, прошу. Реска как на картинке. Захар, ты что, не слышал? Господи, нужна свежая резка. Хочешь переписывать? У меня хорошо утреннего бога. Пять. Ах! Иди себя прилично, приводь. На тромы ужина не отказывай. Откуда мин в передвине по лесам, на картизаны ведет? Далее. Субтитры делал DimaTorzok Мастер, не помог бы ты добрым людям? Нам как раз на кружечку не хватает Мы как-никак коллеги Вы же мастер-ведьмак, а мы оба мясники Вы рубите, и мы любим Только ведьмакам платят больше Им ведь и целые деревни скидываются И богачи грошей не жалеют Что-то мне попадались злые богачи и неправильные деревни Ну не заставляй себя упрашивать Мастер, ведьмаки всякие людям в битве помогают Мне кажется, вы устали Вам, наверное, уже пора домой И правда что? Может, два дня так пьем? Да Дело, ты говоришь, мастер Пора домой Ты с ума сошел? Любой немецкий Это мы еще посмотрим Я повесил объявление Может, и найдешь вот такой храбрец? Я родбрат А ты давай обратно Кресло качалку За тем самым столиком Один тип вернется Другого на нем за разбой Что тот требовал он свои деньги Тарты, бляди и развлечения не для бед Оставь в покое бедных людей Занят я Ведьмак? О, ты верно пришел по объявлению? Не вполне В чем дело? Я правильно расслышал, что тебе нужен спутник для какой-то экспедиции? Не какой-то Азамаре Знаешь, когда меня в 1242-м призвали в пехоту Я обещал моей любимой Летте, что вернусь живым А к тому же привезу ей жемчужину со скериги Да никакую попало, а черную Самую ценную и редкую Да у тебя и фантазия Ну да Только словами все и кончилось С войны я вернулся И с одной, и с остальных А вот обещание не сдержал Но теперь-то я все изменю Ведь если не сейчас, то когда? Только Постарел я за это время Да ты и сам видишь Один я не справлюсь Мне нужно надежное плечо, чтобы на него опереться А лучше ведьмака спутника не придумаешь Ну так как? Затея безумная, но надо признать, есть в ней какое-то очарование Если у тебя есть чем заплатить, то я помогу О золоте не беспокойся Я его порядочно с разных войн напривозил Встретимся на скериге У развалин моста под Аренбьерном Оттуда всего пара шагов до лагуны Где черные жемчужины и родятся Договорились? Да, так и сделаем До встречи Мне кажется, я вижу пресендента на поединок с Копром Кто сеет бешку сброса, подходит голый босс Мистов мужик строгий Так что в корчме не безобразничай Да у меня кровь ул Можно? Смотря что Я ищу кого-нибудь, кто идет на скеллиги и возьмет меня на борт Моя Атропус идет на артскеллиг Зерно везу Только Тихо У тебя деньги есть? Держи, этого хватит? Мешок тяжелый, как бычьи яйца Так что готов к дорогу? Ты сам так готов Ты едва на ногах стоишь Выясни себе одно Капитан Волдерстон никогда не ходит в море трезвым Море в одну сторону, Волдерстон в другую Вот и качает потише Ну так что? Дорогу Дай мне время приготовиться Готовься сколько хочешь Погрузка все равно не закончена А не любьте больше Писи к своих за стенами Хоропай готов Уходим, нет? Поплыв Осталось стремяную И на посошок За удачу Здоровья мои, Атропус Поднять груза! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не подходи, убью Я смерти не боюсь Вижу, меня выбросило на Артскелек Откуда ты знаешь? Яннифер из Венгерберга В Каиртрольде у Краха гостит какая-то чародейка Может, она самая и есть? Как выглядит эта чародейка? Одета в черное и белое Если бы не сиськи, можно было бы принять за косатку Хотя и с сиськами ее многие спихнули бы обратно в море С большим удовольствием У Яннифер много хорошего Надо только узнать ее поближе Не сомневаюсь Знаешь, как попасть в Каиртрольде? Как-нибудь попаду Держи путь на север Потом повернешь к западу, в сторону залива И придешь к мосту Ярл сегодня в порту И твоя чародейка должно быть тоже так Спасибо, до свидания Пошла Давай Если моя Рета захочет что-нибудь с большой земли, я сам в набег схожу Покажи лучшее, что у тебя из нашего Все самое свежее А кто же? Приветствую Что хочешь купить? Покажи мне свои товары Бывай Подойди ближе, не знакомься Шевелись, плотва Шевелись, плотва Эй, взгляни-ка сюда Бывай 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Я потерял все. Чем я могу тебе помочь? Мне не на что даже вернуться домой. А каждый день опоздание приближает меня к банкротству. Ну да, можно было бы догадаться, дело в деньгах. Значит, тебе нужен заем, точнее, пожертвование. Я верну все до последнего медика, клянусь. Просто зайди ко мне в Новиграде. Я тебе помогу. Я часто бываю в Новиграде, так что охотно тебя навещу и спрошу, как идут дела. Благодарю. Ты найдешь меня в портовом квартале. Меня зовут Йохан Бонна. В таком случае, до встречи. Жизнь среди живых. Лишь мгновений, что после нас останется, такими нас запомнят. Будут ли о нас говорить с уважением или с презрением? На большой земле, видать, хран был. Субтитры сделал DimaTorzok В этом нет нужды, дитя. Знаю, но я хочу. Ох, такая молодая. Пусть бы Бирна пошла. Они дольше ложи делили. Тихо. Она так решила. Субтитры сделал DimaTorzok Отлично выглядишь. Спасибо. Я рада тебя видеть. Торжественная речь. Король Бран из клана Тиршах собрался в свое последнее путешествие. Там, куда он уйдет, он встретит наших славных предков. Вместе они станут ходить в налеты и на охоту. Сядут в братском кругу и будут славить деяния былых времен. Теперь он будет жить в сердцах наших. А однажды мы все станем с ним плечом к плечу. И это будет добрый день. Ты чудесно пахнешь. Геральт, мы на похоронах. Ты чудесно пахнешь на этих похоронах. Кланы Суть Скеллиге! По обычаю, на время войны кланы объединяются под началом короля. Мы простились с Браном. Время выбрать его преемника, который победет нас против черных. Двор Каэр Трольда распахнет двери для каждого, кому был дорог Бран из клана Тиршах. Еды и питья хватит на всех. Во время Тризны назовут свои имена те, кто считает себя достойным короны. Я не видел тебя два года. Хочется забрать тебя в уединенный домик на берегу моря и не выходить оттуда неделю. И что бы мы там делали столько времени? У меня есть кое-какие мысли. Та, в которой фигурирует веревка для трофеев, меня прямо заинтересовала. Ты опять читаешь мои мысли? Более того, мне они нравятся. Ты узнал что-нибудь в Велине? Немного. Сырик гостила у тамошнего самопровозглашенного барона. Это все, что мне удалось узнать. Хорошо. Когда будет больше времени, мы к этому еще вернемся. До Новиграда я пока не добрался. А ты что-нибудь узнала? Не так давно на Артскеллиге произошла катастрофа, вызванная магией. Очень необычная. Я не встречала ничего подобного. У меня предчувствие, что причиной всему была Цири. Я уважаю твою интуицию, Йен, но нам нужны настоящие доказательства. Они появятся, если я смогу исследовать аномалию. Но Мышавур и его друиды никого к месту катастрофы не допускают. Мышавур возглавляет круг друидов на Скеллиге. Я не видел его с... С тех пор, как Цири была маленькой девочкой. Сомневаюсь, что ты сможешь с ним договориться. Даже на правах старого знакомого. Почему Мышавур тебя не пускает? Скажем, мы разошлись во мнении. Громко и сильно разошлись. О, Крах. Белый Волк! Приветствую тебя, Крах. Нам надо встретиться на Тризне. Я не приму никаких отговорок. У меня к тебе важное дело. Наш уединенный домик подождет. С Крахом Анкрайтом отношения лучше не портить. На Перу я буду в черном и белом. Надеюсь, ты будешь со мной гармонировать. Подбери что-нибудь, в чем ты пока не охотился на чудовища. Йен, ты знаешь, как я не люблю эти новые дублетки? Сперва они жмут, а потом тут же рвутся. Я, как и Крах, не приму никаких отговорок. Мы тут не ради удовольствия. У нас важное дело, и мы должны выглядеть пристойно. Я сняла комнату в Корчуме. Зайди туда и выбери что-нибудь, что я приготовила. Мне надо еще кое с чем разобраться. Встретимся у входа в зал. Зайди туда и выбери что-нибудь, что я буду делать. Идеальная комната для Йен. Она всегда любила простор и роскошь. Гламур. Даже закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником. Видно, вкусы у нее не изменились. Не представляю, как ей удалось привезти столько одежды. Она галеон зафрахтовала. Как всегда. Черная и белая. Чучело единогрога. Мегаскоп. Я смотрю, она без него никуда. Как говорил о Филиппе Эльхард, мегаскоп вещь столь же личная, как зубная щетка. Она по-прежнему не расстается с отравленным источником Теса и Доврие. Мегаскоп вещь. Мегаскоп. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают Девушки отдыхают Отдохни Девушки отдыхают 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 Чувство, когда ты рядом. Ты и дальше собираешься расточать мне комплименты? Я собираюсь говорить то, что думаю. Знаешь, Геральт, меня занимает один вопрос. С чего ты вдруг отрастил бороду? Даже не знаю. Тебе идёт. Госпожа Йеннифер, господина. Привет тебе, Арнвальд. Мой товарищ, Геральт из Ривии. Большая честь для меня. Рад встрече. Гостей собирается немало. Каждый хочет проститься с королём. И увидеть претендентов на корону. Мы хотели поговорить с крахом Анкрайтом. Ярл скоро будет. Он выделил вам почётное место. Рядом со своей дочерью, Перис. Прошу за мной. Нас посадили здесь. Я сама его об этом попросила. Хотела познакомиться со славным ведьмаком Геральтом. Мы уже встречались, ты не помнишь? Это было так давно. Ты навещал нашего отца, когда мы с Ямаром были детьми. А теперь представлю наших сотрапезников. Это Хальбьор, сын Хольгера Чернорукого. Это Луга Синий, первенец Луга Собезумного. А с сушёной треской сражается Отрик Анхиндер. Мы уже встречались много лет назад, но я не могу вспомнить, как тебя зовут. Керрис Анкрайт по прозванию Перепёл. Дочь Крах, сестричка Хьялдова. Керрис завидует, потому что тот из нас, кто отличится самым славным деянием, станет королём. Все знают, что деяниями состязаются только на показ. На самом деле всё будет так, как решат ваши отцы. А вы думаете, о чём ещё они говорили с Крахом? Ты говоришь так, потому что сама ничего не можешь. Помнишь, как Хьялмар вызвал смельчаков бежать на гору на перегонки? Он прибежал первым и вбил свой топор в пенёк на вершине. А тебя там не было. Ты грела свои цыплячьи косточки у очага. Почему ты не ответила на вызов? Не твоё дело. Но я бы победила. И тогда, и сейчас. Слово Хьялмаре, а где он? Мой брат гуляет сам по себе. Впрочем, может, повторим состязание? Я любого одолею. Хоть бы и Ведьмака. Если я возьму над ним верх, это будет настоящий подвиг. Согласны? Зависит от того, согласен ли Ведьмак. Геральт? Я с удовольствием. Какие правила? Выигрывает тот, кто первым вырвет топор Хьялмара и спня на вершине. Если сойдёшь с тропы, то проиграешь. А я уж думал, наблюю тут со скуки. Начнём! Пришли! Отсюда вы отправитесь на вершину вон той горы. На вершине есть дубовый пень. Кто вырвет из него топор Хьялмара, тот и победил. Я готова. Начинайте, когда я протрублю в рог. Покажи нам, что ты способен убить за часович. Мы уже ждём. Девушки отдыхают. 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 не скажу я не в обиде забудем об этом и мордобой хороший я тоже уважаю это дело мужское дай лапу ведьма давай я ее пашку ведьмак выпей со мной знак того что не держишь на меня обиды и обязательно заезжай ко мне в гости йоронд уже давно ноет что надо бы пригласить ведьмака на зачарованный маяк поболтаешь с ним за кружечкой пива в таверне под оринберном а после зайдешь ко мне и мы уж там догонимся чем покрепче за нашу встречу хорошо охотно с тобой выпьем если ты пьешь так же как дерешься может выйти славное веселье собрано для нас еннифер это большая честь ваше здоровье прости нас нам надо поговорить и с другими гостями крах что теперь теперь мы нанесем визит в лабораторию мыша бура ты не говорила что у нас пригласил он не приглашал я так понимаю мыша ура там не будет верно и какова цель нашего визита мы ищем одну вещицу маскура бороса она нам понадобится пойдем геральт а теперь ты расскажешь зачем тебе маска ура бороса разумеется свое время я так понимаю когда это время наступит решать будешь ты угадал шаги стражники спрячемся за гобеленом воробей чирикает скворец свистит а галка что галка галдит чиж пищит журавль курлычет а павлин вопит ястреб клекочет шаброна звенит голубь вортует все соловья забыл а соловей поет еще чуть-чуть и так просто не откроешь это еще не все сюрпризы видишь ворона трудно их не заметить они шпионы для мошавура наверняка лаборатория где-то здесь кстати я чувствую магическую ауру иди сюда мы вылезем через окно и пройдем по карнизу до видал я зрелище и по отврате геральт из ривии романтическая версия а интересное хобби особенно для друида надо думать мыша ву очень любит живую природу в каэр морхене у нас был один такой я тебя умоляю вода в миске это для телепроекции посетители разговаривают с отражением мышавура на поверхности выглядят как живой охотник в такого оленя стрелу бы пустил а ты что порезался тут заперто звери ожили берегись я монстры я чувствую они приближаются они повсюду странно пройдет кримая м в п и и Одни мечты. Зараза. Что происходит? У тебя были галлюцинации. Ты начал рубить всё вокруг. Мне пришлось тебя успокоить. Выглядело это, наверное, странно. Изнурительные тренировки в Каэр Морхене окупились сполна. Ты одолел почти все чучела зверей. Но не надо. Ладно. Мы прошли испытания чучелами. Дверь открыта. Идём внутрь. Я закрою проход, чтобы никто ничего не заподозрил. Вот и мастерская нашего друида. Надо её обыскать. Маска у Робороса должна быть здесь. Письмо с печатью мыша Вура друидам. Он предупреждает их о тебе. Чудесный мир инсектоидов. Ритуальные растения. Предание скеллиги о дикой охоте. Островитяне верят, что призраки плавают на дракаре из ногтей мертвецов. Краснолюцкий. Тройной выдержки. О, бульварное чтиво. Труп из Новиграда. Автор Саша Гади. Такой мастерской не постыдились бы даже имперские алхимики. Козлик из липового дерева. Здесь есть подпись. Дяди Мыша Вуру. Это сделала Цири. В детстве. Когда он был её учителем, она так его называла. Палочка Мыша Вура. Друиды их почти не используют. Шишка. Кто бы мог подумать. Это женский плод. Череп ребёнка. Здесь также подробная карта королевств с севера. Сферы влияния в разные периоды. Больше не актуально. Меч в камне. Может вытащить? Не видишь, что ли? Он зажат тисками. Похоже, Мыша Вур кладёт что-то в руку этой статуи. А если вставить ему в лапу шишку? Ничего. А что ты, статуя, скажешь о черепе? Нет, ты не похож на нерешительного принца. Как насчёт кружки мёда? Статуя, не статуя, всем мной нужна выпивка. Похоже, сработало. Мыша Вур любит развлечься за чужой счёт. Чувствую, маска будет в этом помещении. Подомянит. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как и «Мыша В으로all thank you for my song» Субтитров А.Кулакова Мыша В Ал… Продолжение следует... Геральт, иди сюда! Пришли. Вот она. Надо вернуться на пир, пока... Отлично. Отлично. Геральт, ты чувствуешь? Понюхай. Это газ. Решетка по-прежнему закрыта. Надо что-то придумать. И побыстрее. Да. Да, да. Сучий друид нас отравит. Этот газ убьет нас за несколько минут. Телепортируй нас. Подумай о чем-нибудь. Быстро. О чем угодно. Держись за меня. Держись за меня. Держись за меня. Я соскучился. О нет. И я соскучилась. Сожгла бы уже эту рухлядь, сколько можно. Жалко зверушку. Столько воспоминаний. Геральт, ты знаешь, сколько они стоили? Иди сюда. Надо торопиться. Крах ждёт. Ах, так? Ян, отпусти Гриву. Знаю я тебя. Ты тут же нас скинешь. Даже не пытайся. Я скучал по тебе. Я тоже по тебе скучала. Пора возвращаться. Мне надо одеться. Отвернись. Крахан Крайт спрашивала вас. Крахан Крайт спрашивала вас. Крахан Крайт спрашивала вас. Кх-кх-кх. Через минуту выйдут претенденты на корону. Помните, величайшая доблесть сражаться с бестией, проклятой людьми и богами. Высший подвиг – подвиг на службе богини. Продолжение следует. Продолжение следует.